добрый день мы проводим тест нашей трансляции для того чтобы проверить качество нашего звука нас слышно отлично здравствуйте да не будем тогда прерываться еще раз и приносим свои извинения за трансляцию которая у нас не состоялась на прошлой неделе и так сегодня по-прежнему шаг десятый да и у нас в гостях вера владимировна колесникова центр рита здравствуйте дорогие друзья дорогие слушатели тоже приношу извинения видимо тот перерыв был нужен просто так ничего не бывает и нам было нужно осмыслить лучше десятый шаг вот чтобы донести вам правильные мысли десятый шаг звучит так каждый должен нести свой груз и я обращаюсь к вам за кадром как вы это понимаете почему каждый должен нести свой груз потому что у всех у нас своя роль в жизни своя роль в семье и когда вот эти акценты смещаются нарушается скажем так божественная природа вот всего происходящего все получается не так и как вот в какой-то там из глав не буду уже придумывать там писание или торы написано что горе тому народу которым управляет юноша и горе тому народу которым управляет женщина ну в общем но не будем уходить так далеко все должны все должны делать свое дело каждый должен нести свой груз но не свое дело в деле может быть много участников вот а свой груз это вопрос ответственности ведь наркоман не рождается сам по себе правильно он растет в семье ну и алкоголь его тщательно выращивают да значит не выращиваете как решайте за него все проблемы это беда созависимых отношений поэтому программа наша настроена на то чтобы приложить все силы чтобы сопротивляться своему желанию спасать зависимого человека не быть с ним в паре в одной игре но вот вы говорили о том что ваш сын попал в эту проблему когда жил уже без вас но формировался же он в семье вы же были в какой-то паре с ним в какой-то игре в каких-то вещах вы попадались на его уловки согласитесь которые вызывали у вас и злость и обиду и разочарование недоумение хотелось его оправдать а вот интересно он становился ближе вам или дальше когда получал просимое вот сейчас оглядываясь назад я думаю что дальше да совершенно верно и вот я по своему опыту знаю что у тебя возникает чувство собственной ну незначимости что ли что ну вот тобой попользовались да поиграли с тобой и больше ты не нужен человек отдаляется от тебя а вот чтобы ну такая привычка чтобы чувствовать себя значимой нужно обязательно проявлять какое-либо участие в жизни других и вот у меня есть приятельница хорошая многолетняя у нее настолько созависимые отношения отношения со всеми людьми что она всегда проявляет участие какой виде советов она знает в каком в какой теме в какое время с кем и как как надо правильно и она дает советы когда мы не спрашиваем она как бы руководить тобою и это вызывает злость и обиду ну вот такое отношение и в общем то я понимаю ее что ей тоже хочется быть значимой полезной нужной но по-другому она не умеет вот по этой же схеме нас развиваются отношения с зависимыми людьми и по мере роста зависимости от наркотиков алкоголя они все время но все чаще начинают злоупотреблять нами согласитесь и вынуждает нас делать то что должен бы делать сам ну например человек наркотической зависимости не может учиться но на стопроцентно не может работать у него нет денег у него плохое здоровье у него с общением проблемы и что он делает он вынуждает нас помогать ему он вынуждает нас делать то что должен делать он сам ну например вот он пошел нету денег на наркотики заложил паспорт или какие-то документы приходит и говорит значит у меня нет документов дай мне денег и должен выкупить и не так давно я ехала на такси и мы разговаривали с таксистом они всегда спрашивают что за центр вид опутает нас с медицинским учреждением и я рассказываю что мы работаем профессионально с людьми в зависимостях и он говорит вот представляете ехал со мной молодой парень я понимаю он ехал искать закладку закладки ехали они в аэропорт когда он нашел закладку они договорились на 400 рублей то он приехал город и сказал у меня нет денег обманул таксиста таксист говорит я забрал у него паспорт и сказал найдешь деньги придешь за паспортом ну естественный номер машины все это через два дня звонит мама вы такой-то такой-то мой сын такой-то такой-то вы забрали у него паспорт да забрал потому что он должен заплатить он пользовался моими услугами я заплачу за него какую цену вы назначите ну и конечно он сказал за неустойку за то да все короче содрал с нее ну полторы тысячи допустим я точно не знаю но сказал много взял и она согласилась что она сделала она сделала то что должен был сделать сам парень заплатить за тебя вот эта ошибка что вы по этому поводу думаете то я вот думаю что я тоже как-то даю тут слабину в некоторых местах вернее постоянно мне приходится себя возвращать и удерживаться для того чтобы не поддаться на эту слабость трудно очень трудно очень трудно на почему вы не опускаете руки ну поддаться ну и спасайте до смерти своей его вы знаете я тоже хочу жить я и и жить я хочу хорошо отличие я не хочу ни на кого оглядываться я правда не хочу никого спасать я хочу чтобы они сами отвечали за себя я почему я говорю они потому что на сегодняшний день я себя чувствую связаны по рукам и ногам аж тремя людьми в своей семье которые как будто бы мои близкие люди но на самом деле я даже сейчас с трудом понимаю они меня так связали или я сама себя с ними связала вы же с ним в одной игре так получается в каждой игре есть правило который кто устанавливает как вы думаете если вы чувствуете себя связаны видимо они как же вы попали в эту ловушку с одним человеком это чувство долга уже даже не чувство любви а чувство долга с другим человеком это жалость а с третьим ну наверно потому что я в свое своего ребенка в свое время возвела возвела вот в ранг идола я я была уверена что уже такой да что я такая замечательная мать и у меня обязательно будет ребенок вот вот такой я ему даю свободу выбора он у меня такой как будто бы самостоятельный но это оказалось всего лишь как будто бы его незрелость в сочетании свободой оказалось просто трагично трагично и вот обычно зависимый человек но неважно наркоман алкоголик прекращают зарабатывать деньги прекрасно устраиваясь на 6 своих родственников и ничего удивительного когда родственники говорят да я уже не могу я выжатый как лимон что они устраивают какие сцены ну у меня ну скажем так больших там не было таких сцен требовать требовательных но сейчас я столкнулась тем что он проявляет себя как совершенно обессилевший человек он не может ни на чем сосредоточиться с одной стороны я его понимаю он болен он зависим вот потихонечку сейчас вот буквально наверное со вчерашнего дня ты меня начала доходить что сейчас он пытается как можно меньше работать вот возникает у тех кому у зависимых людей если они не получают желаемого они закатывают сцены возмущения и упрекают вас и в равнодушии и в нелюбви и в жадности и не знаю даже в чем в отсталости в непонимании и чаще всего что мы делаем когда на нас такая такой груз наваливается не на знаем оправдываться сдаемся до сдаемся уступаем делаем то о чем позже жалеем и возможно к этому очень неотступно толкает нас чувство вины вот у вас тоже в ваших воспоминаниях ваших сегодняшних словах это чувство вины немножко звучит не напрямую и сопротивляться желанию наркомана быть зависимым от нас очень трудно вот вы говорите что вы ухватили то что он не особо хочет работать да он хочет свои финансовые дела переложить на вас то есть я минимум на еду зарабатываю прожиточное все остальное это не мои проблемы да причем говорит то он противоположное что он хочет чтобы я была там счастлива чтобы я жила своей жизнью но тем не менее несла свой груз примерно но тем не менее скажем так он себя чувствует и при сейчас позиционирует как человек которому больше нужно сосредоточиться на себе и вот ну скажем так и он и в более тяжелой ситуации находится поэтому в общем надо сейчас ему больше внимания уделять почему он не требует не требует но вот по всему демонстрирует как ему дурно как ему плохо хочется если у вас вот это чувство вины и желанию угодить ему знаете у меня нет чувства желания угодить ему у меня есть чувство как у меня есть желание ему помочь и я не знаю как это сделать на самом деле правильно вот первое у меня желание конечно его поддержать и сказать да 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 вернее так и сказала да 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 конечно сейчас нужно сосредоточиться на своем психическом состоянии давай может быть мы тебя сейчас как-то выхлопать ему какой-то санатории может быть там в клинику положим в отделение неврозов сейчас полежишь и я и вот по прошествии вот видимо действительно нужна была эта неделя для того чтобы сейчас мне вот это вот все переосмыслить почувствовать какая-то тяжесть для меня и я ему сказала что ты знаешь я тебя очень люблю но если сейчас мы пойдем и поддадимся вот скажем так твоей слабости то снова сейчас вся финансовая нагрузка ляжет на меня а я просто не в состоянии это тянуть и вот вы думаете что если вы будете делать для него он так требует то вы рассчитываете сделать его счастливым здоровым благодарным вам да ну ожидаете же этого я ожидаю что его психическое и физическое состояние улучшится но ведь понимаете физическое и психическое состояние не зависит от санатория от какой-то лечебницы или от создания ему комфортной жизни все это внутри человека если вы его будете продолжать спасать только уже под разными масками под разными личинами вы вернете его снова туда наркотики туда в эту зависимость потому что если вы будете регулярно это делать вы говорите сейчас о финансовой нагрузке а как вы когда уступаете относитесь к себе с каким чувством когда вы говорите там санаторий еще что-то вам разве не нужен санаторий а вам разве не нужно что-то такое оздоровительное другая планета мне нужно вот вот а вы не можете так что же сделать чтобы уйти на другую планету мы все что можем дать ему зависимому человеку из наших благих намерений идет ему во вред во вред от нас требуется твердость непреклонность способность сказать нет и если он говорит у меня плохое здоровье я устал мне наращивать надо силы там не надо нужно обдумать я должен одно второе третье вы говорите делали только без меня ты же начинал употреблять ты не звал меня в помощь неси ответственность за свои поступки это как раз вот это и есть жесткая любовь а санаторий обязательно побеспокойтесь о вас и себе хватит его спасать теперь я начинаю бояться что если я внутри территориально от него отдалюсь то но я понимаю что и так это все не под моим контролем и я не хочу это все контролировать я не хочу это контролировать но я я уже начинаю опасаться что если я сейчас вот удалюсь там допустим на на месяц на два-два то он просто но вернется к тому в любом случае если его решение не твердое завязать с этим делом вернется поэтому от вас ничего не зависит вот это и есть прелесть созависимых отношений страх вина желание спасти кого угодно только не себя твердость должна быть твердость еще одну историю скажу звонит мне одна мамочка и говорит ой опять приходил сын наркоман опять просил еду говорил что ему есть нечего но я ему там продуктов наложила они не вместе живут через полчаса он мне звонит и готов я в гостях мы так прекрасно сидим она там в переживаниях ему есть нечего последний сухарь доедает как он не это преподнес и она такая возмущенная звонит мне двера владимировна представляете через полчаса уже он в гостях уже у него все хорошо и весело вот они какие великие обманщики зависимые люди а мы поддаемся но тут нужен нужна твердость и трезвый ум и вот наша программа это 12 шагов как раз и помогает нам идти по пути реальной помощи не спасать не оздоравливать не поддерживать и если будем поддерживаться этой стратегии понимаете он вас вот говорит ну там одно второе он не несет ответственности за то что он испоганил так свою жизнь опять полагается на вас и хорошо что у вас звоночки то звенят в голове так не надо не надо спасать пусть сам пусть сам что вы думаете я думаю да звоночки звенят и я одну я бы не сказала что он так открыто мною манипулирует нет конечно нет вот это вот псевдо заход издалека да 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 и мои 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 вот эти вот не знаю ну в общем что-то тяжело вот как-то вот прям я вздохнула только по-хорошему после суда на котором да ему дали условное наказание вот по-хорошему я поспала нормально только две ночи и даже не вздохнула да я я понимала что вот выиграл только вот этот бой но война еще не выиграна сейчас что-то как-то я не могу никак стратегию выбрать как мне себя вести и вот такое ощущение что везде меня со всех сторон начинает расшатывать несите только свой груз мне нужно в санатории мне нужно на другую планету мне нужны витамины красивое платье хороший макияж там мне нужно мне станьте эгоисткой а у меня такое ощущение что я все это время была эгоисткой и благодаря этому вот все вот так как так они смогли ваши три человека который от которых вы зависите которые вам создали тюрьму как они так могли и как вы позволили вы можете сказать ему дорогой я плохо себя чувствую купи мне путевку хотя бы в тот же тир вас или вы забыла мне обязательно нужен отдых после всех потрясений которые я испытала с тобой или может быть на курорт куда-нибудь ты же должен позаботиться обо мне что он скажет интересно мы узнаем об этом до свидания дорогие друзья спасибо за внимание спасибо всего доброго